Здравствуйте! Сегодня 27 ноября. Вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от банкир.ру. На торгах в среду валютная пара евро-доллар продолжила восходящую тенденцию недели, укрепившись на доключевого уровня 1,25. Основным драйвером снижения доллара стал целый блок макроэкономической статистики США, принесший не самые оптимистичные данные для американской валюты. Уменьшение базовых заказов на товары длительного пользования и снижение продаж нового жилья показало, что реальный сектор экономики США пока не столь устойчив, хотя и несомненно показывает хорошие темпы восстановления. В дополнение к этому повысилось число заявок на пособия по безработице под данным Министерства труда, что говорит и об определенной нестабильности на рынке труда в Америке. Отдавая должное важности макроэкономических новостей, нельзя не отметить, что коррекция по паре евро-доллар была ожидаемой и она ни в коей мере не должна означать смену глобального нисходящего тренда. Еврозона по-прежнему должна решить проблему низкой инфляции и многие участники рынка ожидают, что на следующей неделе Европейский Центробанк предпримет дополнительные шаги в этом направлении. Таким образом, европейская валюта будет по-прежнему оставаться под давлением в ближайшие дни. В нашем прогнозе на четверг предполагаем продолжение роста евро-доллара к уровню сопротивления 1,2530, после чего предполагаем развороты и снижение пары к уровням 1,2500, 1,2480 и 1,2440. Британский фунт на торгах в среду также значительно вырос по отношению к американскому доллару, несмотря на снижение в Великобритании производственных капиталовложений и инвестиций коммерческих предприятий. Компании снижают инвестиционную активность, ожидая экономический спад. Таким образом, несмотря на рост пары фунт-доллар к уровню 1,58, краткосрочный и среднесрочный прогноз по британской валюте остается негативным. Благодаря отсутствию значимой макроэкономической статистики в Великобритании, а также празднованию Дня Благодарения в США, единственным драйвером, способным повлиять на пару фунт-доллар, в четверг остается заседание представителей стран ОПЕК в Вене. Судя по предварительным данным, решение о снижении квоты на добычу нефти не будет принято, что окажет дополнительное давление на нефтяные котировки и сможет поддержать американскую валюту. В нашем прогнозе на четверг предполагаем снижение валютной пары фунт-доллар к уровням 1,5780, 1,5760 и 1,5740. В дальнейшем предполагаем продолжение нисходящего тренда и снижение пары к новому минимуму 1,56. Они называют нас игроками. Они говорят, что мы зависим от удачи. Они утверждают, что никто не может обыграть рынок, и мы зря тратим свое время. Это не настоящая работа. Мы должны отказаться от нашего хобби, говорят они. Но если бы они только знали, что мы мастера риска. Суть предпринимательского духа. Ликвидность экономики. Мы всегда добиваемся своего. Зарабатываем своим умом. Приспосабливаемся к постоянно меняющимся джунглям финансового рынка. Мы торгуем валютой, которой вы расплачиваетесь в магазинах. Мы торгуем компаниями, в которых вы работаете каждый день. Мы торгуем золотом, которое блестит на ваших часах. В то время, как вы боитесь неудач, мы учимся на наших ошибках. Мы не боимся потерь. Мы не боимся говорить о наших потерях. Мы встаем на ноги после наших потерь. В эти моменты мы становимся сильнее. Дисциплина и самоконтроль наши партнеры. Мы те, кем вы всегда хотели стать. И мы выходим из тени. Мы трейдеры. В экономическом календаре четверга. Новая Зеландия опубликует итоговые показатели по балансу внешней торговли за октябрь, включая объемы экспорта и импорта продукции. Австралия представит данные по объему продаж жилья на первичном рынке, недвижимости за октябрь, а также объему капитальных расходов в частном секторе экономики за третий квартал текущего года. Германия отчитается по трудовым показателям, включая ноябрьские данные по количеству безработных и уровню безработицы. Предыдущий показатель 16,7%. Дополнительно будут опубликованы предварительные индексы потребительских цен за ноябрь и опережающий индекс потребительского климата за декабрь. Италия также представит ноябрьский индекс экономической уверенности деловой среды, завершит блок экономической статистики из Европы, публикация индикаторов потребительской и экономической уверенности в промышленном секторе и секторе услуг за ноябрь, а также выступление президента Европейского центрального банка Марио Драги. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximmarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.